Время нам не позволит казачьи традиции взять и забыть Пока мы живы, здоровы, Датоле, казачьи традиции будем хаганить Пошла! А мы поднимем первую, дай бог, не последнюю Чашу мёда дикого за стеберь великую И по кругу пустится, братина, искусница Со стола кедрового, чем ты хочешь закуситься Моя родина в Сибири необъятно велика Как жених, так и богатырь, а как невеста, так ягодка Малахит и плотину, и леса дремучие Лишь бы брали правильно, и Сибирь не мучали И по кругу пустится, братина, искусница Со стола кедрового, чем ты хочешь закуситься Моя родина в Сибири необъятно велика Как жених, так и богатырь, а как невеста, так ягодка Моя родина в Сибири необъятно велика Как жених, так и богатырь, а как невеста, так ягодка Мать моя медведица, дом Сибирь бескрайняя Только бы метелицу шатуна не ранили И по кругу пустится, братина, искусница Со стола кедрового, чем ты хочешь закуситься Моя родина в Сибири необъятно велика Как жених, так и богатырь, а как невеста, так ягодка Моя родина в Сибири необъятно велика Как жених, так и богатырь, а как невеста, так ягодка Моя родина в Сибири необъятно велика Как жених, так и богатырь, а как невеста, так ягодка И это были у нас участники клуба «Казачья удаль» Захар Шабалин, Яна Шабалина, Сергей Барановский и Сергей Лисун Доброе утро Доброе утро, еще мы сюда приглашаем руководителя клуба Ивана Шабалина и единственную в России женщину-атаман Ольга Некрасова Атаман станичного казачьего общества Суриковского Званием Ясалуй Доброе утро Доброе утро Доброе утро Ну, можно сразу с девочки начну, поскольку она рядышком со мной стоит И Яна, расскажи, пожалуйста, я понимаю, папа тебя в казачество привел Это правильно, да, будет как-то сказать? Насколько тебе это все девчонке удавалось? И все-таки нагайками, и это как называется? Она живет в казаче семье Ну? Ну, у меня папа казак, так что мама казачка Скажи, это я привела папу в казаки А, это, это Брат казак, брат, ну, тот казак И все это неожиданно получилось Что и ты казачка тоже Все казаки так называют Мне кажется, девочки, ну, в Голливуд как и мальчишкам Поскольку, ну, такое умение действительно сейчас большая редкость И продемонстрировать его и увидеть во всей красе можно как раз будет на празднике Сибирская масленица в севе Сухобузимская О нем и пойдет сейчас Так, 1 марта будут вот эти самые народные празднества Расскажите подробнее, что там будет происходить Ну, пусть там А, по-моему, ну Дело в том, что у нас масленица впервые была проведена в 2009 году Но тогда было у нас где-то примерно полторы тысячи народа Мы только начинали А вот сейчас у нас масленица уже традиционная К нам уже едут, заранее выясняют, когда она будет И сейчас у нас набирается уже до 20 тысяч человек Да, сейчас действительно сложно Я был в Сухобузимском, где вы там умещаете В Сухобузимском, где всего, допустим, около 5 тысяч человек живет А вот нам уже тесно, конечно Нам, мы каждый год расширять пытаемся пространство То есть уходить на улицы, уходить куда-то на другой берег Но мы это делаем, потому что с каждым годом у нас все больше и больше народу приезжает А городок уже строится? Городок уже готов Уже готов В этом году очень сложно со снегом, действительно Ну, надеемся, что в следующем больше повезет Да, локации какие будут, к чему готовятся людям, которым приедут в этот год? Ну, знаете, вообще у нас очень много локаций И особенно много локаций для детей, детских У нас приезжают целыми семьями Даже с маленькими гурдными детьми У нас для них организовано специальное помещение Где погреться, да? Где можно погреться, переодеться, перепеленать даже У нас работают детские площадки И паровозики там ходят И детские игры Вот у нас ребята помладше Начальный детский сад у нас встречает Группа детского сада казачья Она организует площадку Они там проводят свои игры Перетягивание каната и прочее Они совсем недавно у нас показывали взятие снежного городка Уже в микро, да? В микро Мы готовим теперь на следующие Первый детский, вернее, коллектив казачий Это первый класс у нас впервые пошел Казачий класс Вот они тоже все готовятся выступать Показывать свою удаль Ну и вот очень много локаций Будет много Я знаю, что Суховыжевская еще славится Своими хлеборобами и хлебопеками На многих конкурсах именно ваши земляки Выигрывают и день хлеба у вас еще проходит Летний праздник Что касается угощений И перейдем уже к... Угощений очень много самых разнообразных Но опять же, что хочу сказать У нас есть казачья мама Которая стряпает пироги по рецепту Просковью Федоровну Суриковой Ведь дело в том, что у нас... Мы почему организовали там у себя казачество? Потому что, во-первых, у нас большая часть Сел основана казаками Но самое главное Это то, что у нас провел свои детские годы Великий Суриков Наш земляк И он всегда... Он очень гордился казачьими корнями И когда его спрашивают Ты кто такой? Он говорил Я русский казак И потом мы не могли не заняться казачеством И у нас и женсовет казачий И вот, смотри, печат именно по рецептам Просковью Федоровну Так что, если вы хотите знать рецепт мамы Василия Ивановича То вам непременно надо приехать туда, где хранят его Уже несколько веков Кстати, про локации Про детям могу сказать Что в Доме культуры Красноярский театр Кукол Даст два представления Малышам покажут один из самых знаменитых Скажечных циклов Григория Остера 38 попугаев И мультфильмы там будут идти И мультфильмы будут То есть много очень Можно, да С улицы в помещение Иван, расскажите Вот о казачьих забавах И вот как раз удали Про которые мы говорим Ну, скажем так Я бы даже сказала Шоу уже по-современному Бревна вращают, ребята Которые вы организовываете Да, даже бревна вращаете Вот поддержи я сейчас Ну, я отвечу коротко и ясно Это поддержание наших традиций Чтоб чтили и помнили Откуда мы пришли Как мы живем Без памяти прошлого Не будет будущего Ну, вот для того, чтобы так выступать Нужно много же тренироваться Вот бревно Сколько это весит Вообще, я первый раз вижу Даже как-то никогда не задумывался об этом Ну, для вас это понятно Да, вот знает, сколько весит Память на 8 Примерно 8 килограммов 8 килограммов, да? Как ты с ним управляешься И вообще, почему до этого Мы не знали даже о такой традиции Что можно как-то фехтовать Это не фехтовать правильно называется Извеждая забава Фланкировать Фланкировать, да Расскажи, пожалуйста, про нее Ну, здесь это дело не хитрое Да уж действительно Главное использовать массу ее И по энергии использовать То есть, ты тело как-то подстраиваешь Подходящее бревно должно быть Понимаешь? Вот и все Есть бревно в твоей жизни Вращай это самое бревно Парни, скажите, пожалуйста На шашками каждый день тренируетесь? Ну, не каждый день По сухобузимскому как? Вот так ими находите? В форме, с шашками? У вас их нет? Нет Нет То есть, это только парадная Какая-то выходная одежда? Да, парадная выходная одежда На выступление И когда принимаем гостей в людей Вот, Сережа, Сергей и Сергеевна Расскажите, что для казака Масленица И вообще, встреча с зимой Для вас, что это за праздник? Ну, для нас Прощение с зимой Прощение с зимой Прощение с зимой Но, разве казак не любит зиму? А за что он любит весну? За русских красавиц? За Уды? А? Там у вас песня была Про то, что мальчишки богатырские А девчонки-то у вас все должны уметь И я так понимаю, действительно Не каждая невеста вам подойдет Ну-ка Давайте, да Сергей, нет Ну, подождите Но вы как казак Вот будет у вас половинка Как вы ее будете выбирать? У вас же уже определенные есть Мальчишки вот столько всего умеют Так и требования к девчонкам Как бы не маленькие Давайте, поделитесь со мной Все зависит от ее характера И как она будет ко мне относиться А то, что она чего-то там не умеет Это не страшно? Нет Вы научите Уметь готовка Обязательно Обязательно Мы нужно кормить Не хочется оставить Не хочется оставить А к чему ты это все узнаешь? Я просто понимаю, что такие люди Решила податься в казачки? Нет, кстати, в казачки, наверное, не всех же берут Как вы? Вера православная, чтобы самое главное было Вот и все Хорошо, а как еще вообще? Казачки мне, само собой Если муж казак То семья уже вся казачья Само собой А в казаки как принимаются? В казаки есть родовые казаки А есть те, кто пришел в казачество Но в свое время уже уничтожены были казаки Поэтому, но Они сохранили все на своей корне И казачество Это же Ну, это наша жизнь Ну да, это определенный уклад Вообще Толстой говорил, что казаками создана Россия Это действительно так Ну да Весь Красноярский край Вся Сибирь и Дальний Восток Они же присвоены казаками Поэтому мы очень гордимся этим И ребятам внушаем вот эту гордость И у нас Сухобузинский район считают казачьим районом Поэтому Вот Это небольшая частичка Которую мы сейчас представили Вообще у нас много очень таких ребят и девчонок Ну это здорово Давайте, да Растите поколение за поколением Для того, чтобы у нас были традиции Которые вот помнят века Вот мы как раз и возрождаем эти традиции Учим этим традициям детей И они у нас молодцы Спасибо большое У нас самые лучшие дети в нашем районе Самые лучшие Ольга Некрасова Единственная женщина в России Атаман сегодня у нас в гостях И участники казачьего клуба Казачья Удаль Спасибо, что сегодня к нам все пришли Ну и 1 марта увидимся в Сухобузе Во сколько, Ольга, напомните, начинается праздник? В 10 у нас уже будут работать все подворья В 11 уже официально начинают все площадки работать Поэтому с 10 часов уже можно Можно прибыл Приезжать с первого И чем пораньше, тем лучше Потому что у нас площадки определены Но все равно, чтобы не попасть в пробки И все сразу с пылу, с жару Первыми и попробовать И даже, возможно, из самовара чайку попить Такого сибирского, запашистого А вот где взять самовар В Сухобузенском не есть Будут, будут Будут Субтитры создавал DimaTorzok